здравствуйте друзья хотел вот мыслью поделиться с вами у нас светланы всякие такие отпускные идеи все время возникают и мы все думали после того как на круизе обнаружилось что хорошо находиться на диете почти еды много фокус готовить не надо да разнообразно и вот мы подумали что надо бы выезжать на такие круизы для похудения для поддержания веса для может быть такого здорового образа жизни и так далее и учитывая что все-таки у нас канал большой и люди разные и у кого-то есть денежку у кого-то там нету денежки кто-то готов на это тратится кто-то нет но мы подумали что может быть нам удастся собирать группы да светочка хочет я камеру поверну давай я поверну я поверну мы подумали вот о чем что это не обязательно должны быть круизы это могут быть например в обычный наши резорты в мексике а в мексику и бизнес не нужны по марсианам но вопрос в том что тут возникает такая триковая ситуация потому что обычные люди когда выезжают туда они там там же все врачи на обратно да там очень много дринков алкогольных но как бы если мы едем целью того чтобы сбросить лишний вес то это как бы исключено поэтому я хочу сразу предупредить тех кто думает эх оторвусь значит если мы все-таки там едем пряди мы не можем вас ограничить правильно вы же взрослые люди и сами думаете что он кушает но все-таки если цель этого является перестроить привычки питания привычки питания метаболизм своего организма перестроить то нужно понимать что это должно быть безалкогольное мероприятие но вот наличие большого количества еды она позволяет с этим легко справиться поэтому большинстве разнообразие потому что думаю этот вариант очень сложно поддерживать нет такого количества еды нет такого разнообразия я думаю что на самом деле если это не круиз то гораздо проще например было бы помимо того что питаешься и водичку пьешь там и так далее не на круизе гораздо проще куда-то ходить там не знаю по тропам какие-то там шаги шаги накручивать там там спортзал как правило есть джим какой-то да то есть там можно все это на месте видимо что ходить куда-то там жарко очень и только рано утро вдоль моря там куда-то пройти да мы сейчас едем на такое мероприятие но оно больше учебное правда мы едем на учебное мероприятие в Барселону да ну как оно учебное развлекательное потому что там занятия будут каждый день но вечером после обеда но все-таки цель этого мероприятия не в том чтобы люди приехали и за неделю потеряли там 10 кило веса а цель в том чтобы они научили индуктренировались это слово мне нравится индуктренировались в правильное питание рациональное питание правильное питание мы уже в общем то мозги свои перестраиваем хотя нам это не так легко дается как кажется со стороны но мы потихонечку перестраиваем мозги вот видим какие-то результаты да как вот петька с Василием Ивановичем в бане и Петька говорит Василий Иванович сейчас у тебя вода то грязней течет да и Василий Иванович ему мудро говорит так ведь я же Петька и старше и вот мы с тобой Света поскольку мы старше то нам сложнее привычки перестраивать правда мы-то воспитанники совсем другой системы когда увидел еду и налетел потому что завтра может не быть вот наш опыт уже вот буквально там последний день показывает что например можно дома питаться вполне себе даже очень вкусно и правильно и хорошо и все хорошо а вот если пошел в ресторан ну казалось бы пошел в ресторан и взял там очень даже себе диетическую еду а вот чего они туда добавили неизвестно и получается и вода не уходит есть разница вот мы были вчера на парте да где люди пришли там домашнюю еду принесли и так далее и практически без последствий то есть даже если мы там лишнего чего-нибудь там прихватили то во всяком случае последствия особо нет а вот когда идиот в ресторан вроде даже и немного съел немного и самое главное что съел все что можно немножко супчика и салатик нет ну супчик Света ну супчик уже супчик но они туда кладут чего-то такое чего есть нам хорошо супчик нельзя назвать какой-то уж такой супер это не тот супчик что ты сделала понимать естественно вот мы что-то я есть два для последних которые я сделаю это вылечим со светлой борщец который она даже сахар от него не повышается не только не повышается он снижается да то есть мы смотрим там парк борща вене там но не вечером и ведь вечер до нас это 7 часов последний раз ели а сможешь с утра сахар тогда я чё-то книже существенно чем раньше был заметно ниже вот поэтому такие борщи у Светы диабетические можно сказать вот поэтому я к чему говорю что все равно где-то надо отпуск проводить все равно каких-то денег это стоит и если как сказать настроение такое есть то мы вот объявляем как бы сбор команды как команда должна собраться скажи понимаешь как я даже думаю что это в большей мере касается все-таки тех зрителей которые находятся в америке что-то гораздо проще осуществить но 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 свет ну всех где бы где бы не находились может может из австралии человек принято может быть из бельгии нет как раз из канады финансово вот мы ездили когда на круиз там были ребята из Белоруссии там и из Риги и из Прибалтики ну чё же если есть деньги почему нет но мы с удовольствием вот так вот потусуемся и время прекрасно проведем то есть Свет давай так Свету допустим человек говорит я бы я бы хотел вот быть как бы так сказать среди заинтересованных вот как мы их сорганизуем а ты знаешь что это на самом деле довольно просто так вот у меня уже есть группа в телеграме да мы можем создать отдельную группу специально для тех кто хочет на такой эвакейшн давай так значит мы сделаем группу и эту группу только у меня в телеграме у тебя в телеграме да да у Светы она гораздо организованнее значит у Светы в телеграме сделаем группу и эту группу дадим ссылочку прямо под описание к видео правда и в общем то я даже знаешь еще свет что думаю может быть кто-то из ребят кто в этой теме может быть поделится какой-нибудь библиотечкой я не имею ввиду самими книгами допустим или записями вот но хотя бы названиями потому что у меня вот большое желание например собирать какую-то библиотеку потому что нам нам зрители советуют рекомендуют очень много всяких видео правда цвет совершенно замечательные люди нет но не сразу сразу не посмотришь но мы собираем до кучи мы я вам хочу сказать на самом деле если какая-то мысль нам очень много всего присылают да и если какая-то мысль интересная начинаю ее как-то исследовать и она кажется такой продуктивной то мы опять же все это и выливаем на вас уже да да вот например вот эта земля как она там называется я уже сама так была сейчас да да вот это вот самая земли землица из одноклеточных ракушечек каких-то там доисторических она очень классная это что кто-то из наших зрителей посоветовал мы очень восприимчивые русскоязычном интернете очень мало было откликов на это все поэтому я вначале нашла как она переводится на английский язык а в английском интернете гораздо больше откликов и на самой эту вот и на то как люди применяют ее и какие у них результаты я могу сказать друзья что вот я когда в душ иду пользуюсь вот этой штукой то есть я сначала ну когда волосы сначала шампунем потом вот этой штукой себя урушаю потом смываю вот этими ракушками а потом уже кондиционер 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 да значит и может быть может быть у меня в глазах так рябит но когда я последних пару прямых эфиров делал я себя вижу там в режиме прямого времени реального времени вот я так смотрю на себя эфир прямой время реальное вот я смотрю на себя и думаю мама родная а у меня потемнело вот тут лучше лучше с волосами становится правда да и и в общем я думаю ну ну как же так и чего вдруг потемнело аж ну в общем неожиданно но но тем не менее у меня субъективно сейчас такое вы скажите вот как как вам надо просто взять разные видео вот допустим двухмесячной давности и рядом открыть давай ну там рожа такая ну ладно надо брать и стрижен одинаково а то получится один стрижен одинаково в общем короче я просто что хочу сказать что мы с большим интересом вникаем только что вот мы ехали и обсуждали со Светланой рекомендацию тут человек знаете там возникает вопрос что мне с лицом делать значит у меня пока что главной является идея стягивающего подтягивающего массажа мы уже нашли человека здесь нам по рекомендации вот подтягивающего массажа но сегодня вот там был комментарий человек надо мазать оливковым маслом просто ягод но он о себе да люди делятся он говорит вот я беру свое лицо мажу оливковым маслом вообще такой кайф там и так далее и недорогое правда вот а то знаете какие-то косметические дело в том что есть как бы две концепции одна из которых мне ближе а другая я ее понимаю но она не такая близко значит есть одна концепция такая что берешь что-то простое вот хлеб там да вот там где-то это прочиталось что хлеб если он хороший такой диетический не должен состоять из большого количества компонентов а там должна быть там рожь вода там и что там не знаю есть есть вот значит а если там еще наворочено 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 то это вот неправильный хлеб есть другая концепция встречная так сказать ортогональная когда чем больше наворочено тем лучше нет это уже все говорят что чем больше наворочено но подожди когда читаешь ой это есть это есть даже обычные шпроты то есть обычных шпротов как ты могла такое слово ну шпроты масло и соль все в банке в банке а что там если подойдет там может быть гвозичка ничего нет ну гвозичка не страшно но если там присутствует еще что-то какие-то консерванты или что-то то это не хорошо а разве может не присутствует консервант в консервах может может потому что консервная банка она сохраняет все без всяких консервов я такого никогда не слышал а могу сказать что шпроты свет у меня делала из мойвы да да ну как-то шпроты было бы были обалденные большие ну они не такие ну никак из банки с маслом они были без масла вот как они были с маслом с маслом просто я масла не так много положила естественно ну еще раз это доморощенный рецепт который я нашла на ютюля так что мы про шпроты да так вот я хочу поговорить что идея оливкового масла мне понравилась потому что один единственный продукт правда там нет примеси того примеси сего и там еще чего то еще что то еще какой не знаешь как это холодно катанное как это называется да холодно холодный отжим как то вот есть такое если я правильно cold process да процесс да холодного отжима там все дела да не путать с холодным прокатом металла это другое это другое так вот как много всякого в голове перемешиваем перемежается и мы так всего сидели и обсуждали со светланы вот хороша ли мысль значит там вот таким маслом можно попробовать да но мне это точно не годится у меня будет кожа такой не примет а у тебя очень сухая кожа у тебя будет у меня очень сухая кожа но с другой стороны слушай если мы делаем такие хорошие смесь масел то да Светлана у нас смешивать да нужно своим не знаю надо попробовать оливковое масло я первый раз слышу что оливковое масло масло не лицо это честно но с другой стороны если человек мажет наверное ему помогает тут кто то писал такой смешной рецепт я не знаю может быть он действительно эффективный что то он на голову там чуть ли не картошку очистки картофеля там а кипяченые там с чем то нет? не ну послушай много миллион масок для волос просто они может хоть чуть-чуть работают если все время это делать то они работают вообще уход за собой он требует систематичности да и это самое постоянно это делается систематически и постоянно долго тогда может быть будет результат если один раз что то сделать то чего то это не то что там беременность да бывает с одного раза если как рассосится нет беременность не рассосится ты же взрослый человек что ты говоришь такое все о чем ты молодежь учишь вот с этим осторожно так возвращаемся к идее таких ретритов диетических отдыхов да здесь такое слово ретрит кстати я вдруг подумала слышишь есть у нее под Нью-Йорке такой дом отдыха там в основном старички отдыхают ну уже совсем тоже не могу русский какой-то да да русский дом отдых можно если соберется достаточно во палачах там где-то да 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 если соберется большое количество людей можно и с ними договориться потому что там еда включена там все включено но понимаешь это же не в all you can eat ты можешь там действительно за диетой следить а здесь ты ешь что тебе дают ну да да это не совсем то же самое конечно в Мексике большое разнообразие еды да да и погулять там тоже есть где-то там есть например с утра пойти там вдоль пляжа по песочку люди гуляют ну там все-таки вот это кишечная инфекция если у людей не пьют можно заразиться я например в Мексике каждый раз кишечную инфекцию подхватываю причем я поняла не пьют чего ну я не пью нет получается так что вот я каждый раз поскольку я вообще не пью то каждый раз у меня это кишечная инфекция уже так я предохраняюсь уже просто не пью их воду ничего а все равно что-то а те люди которые рядом сидят все такое же самое ты знаешь я не знаю про американских туристов людей из бывшего СССР вот такая ерунда не про не берет это абсолютно закаленные люди света они могут всюду отдыхать они в Таиланде отдыхают понимаешь на Кипре отдыхают в Египте господи боже мой тоже отдыхают что ты такое говоришь что это может быть круиз ты на круизе там почище чем в Мексике ну да я бы например поехал на круиз по Балтийскому морю мне давно хочется хотя бы в Америке круиз ну ничего страшного мы долетим мы долетим заявки не давай ты это вырежь пожалуйста ну один раз света в Мексику другой раз по Балтийскому морю хорошо друзья мы с вами прощаемся идея понятна ссылка на группу будет под видео и так сказать диетического вам отдыха в нашей веселой компании счастливо субтитры 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 Продолжение следует...